В эфире православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой. С вами ее ведущий Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас с вами в гостях клирик Богоябленского кафедрального собора в Елохове иерей Алексей Козлевсков. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, братья и сестры! Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней беседы с отцом Алексеем – приметы и суеверия. Отец Алексей, несколько лет назад в Ярославской области хотели открыть музей Бабы-Яги. Казалось бы, безобидное мероприятие. Но духовенство тогда выступило против. Не говоря о том, что проект мог дать развитие туризму в этой деревне, и как следствие дал бы возможность жителям заработать, Баба-Яга как сказочный персонаж, элемент русских сказок, элемент фольклора, русской культуры. Чего опасалось священство? И можно ли вообще нашим детям читать наши традиционные русские народные сказки, где присутствуют там Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Леший, Русалки, ну, все эти известные персонажи? Темные силы, которых символизируют эти сказочные персонажи, они реально в жизни существуют. И в русских сказках, несмотря на обилие этих темных сущностей, в общем-то, правильно сориентированы, даны оценки, где добро, где зло, почему побеждает добро, почему посрамляется зло. Я думаю, что русские сказки можно читать, опять же, не все. Скажем, трехтомников Анасева очень выборочно можно осваивать нашим детям. Вспомните по русским сказкам, ведь Баба-Яга занималась очень популярным, ставшим популярным в 20 веке бизнесом, похищением людей, детей, главным образом, поеданием их. Там еще не было выкупов, но похищение детей было. Поэтому стоит ли Бабе-Яге посвящать целый музей с некой романтизацией, может быть, даже героизацией ее образа? Это очень-очень большой вопрос, особенно в наше время, когда и так очень много темных персонажей на экранах наших телевизоров, может быть, и наземного происхождения. Зачем нам еще и отечественная всякая чертовщина? Не стоит, мне кажется, это делать. Ну а не бояться этих сил и правильно детям рассказывать, что за этим стоит, правильно их ориентировать на добро, на любовь. Это нужно. Благодарю вас, батюшка. И мне вот о чем вас еще хотелось спросить. Я вчера был нечаянным свидетелем такого разговора двух женщин. Одна другая убеждала, что, чтобы не произошло в ее жизни, надо обо всем молиться Богородице. Ну, казалось бы, правильно. Но дело в том, что формат, в котором она убеждала, показалось мне, что она молитву, знаете, превращает в магию. Она говорит, вот ты прочти 150 раз Богородичные правила, и будет у тебя все хорошо. Я ей спрашиваю, а что будет хорошо? Ну как, говорит, деньги появятся, телевизор купят, скорби уйдут. Я говорю, а почему бы не попросить там бескорыстия, бессеребряничества, отсутствие гневливости, в конце концов. У меня возникло вот ощущение, что вера наша зачастую, она не вера в Бога, а мы как будто бы Его, Богородицу, пытаемся использовать в своих целях. Не идти по тому пути, как они нас учат и учили, не по пути священного писания, выполнения заветов, а, мол, вот я прочту 150 раз Богородичные правила, и все у меня будет хорошо. Ну да, к сожалению, современное сознание современного человека очень технологично. Что нужно конкретно сделать для того, чтобы добиться результат? Кому поставить свечку, чтобы не болела нога, а вот если рука заболит, какому святому другому помолиться? Очень многие люди приходят в церковь для того, чтобы исполнилось их заповедное желание. Они не идут очищать душу, они не идут хвалить, славить, благодарить Бога и каяться перед Ним. Они идут получить себе благо, прежде всего земное благо, конечно же. Молиться Богородице всегда хорошо и всегда полезно. И очень хорошо, и прочитать и 150 раз Богородице Деву, особенно в празднике Казанской Божьей Матери. Но Богородице свободное существо, и даже те чудотворения, которые происходят по молитвам, по предстательству Пресвятой Богородицы, это чудотворение творит Господь, творит тому, кто готов к принятию благодати Божьей, тот, кто на правильном пути исправления жизни. Поэтому нужно ждать блага нет исполнения тех или иных ритуалов, прочтения тех или иных молитв, а ждать блага от Бога. А сам Господь сказал в Евангелии, ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, а остальное все приложится вам. Вот надо бы не забывать этой главной истины, что Церковь, храм, религия, Бог существует не для того, чтобы нам комфортную, сладкую, здесь удобную жизнь на земле устроить, а для того, чтобы душу нашу очистить, подготовить ее к переходу в вечность, спасти нашу душу от разложительного, от этой тенденции греха, смерти духовной. Спасти душу от смерти. Вот главная цель религии, христианства, Церкви Божьей. А все остальное прилагается. Не забывайте это. Благодарю вас, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос к нам пришел. Как относиться ко снам? В библейской истории Господь говорит во снах. Святой Иосиф получил откровение, а святой Игнатий Бринчанинов пишет, что с нам верить грех. Сном верить нельзя. Это действительно учение Церкви. Потому что мы не можем своим рациональным сознанием проконтролировать, откуда сны приходят. Сны бывают от трех источников. Бывает сон, и чаще всего так и бывает, как некое действие, продолжительное действие нашего разума, подсознание, подкорки, переваривающие ту или иную информацию, впечатление, скорее, даже полученное днем при свете разума. Бывают сны от Бога, бывают такие редкие сны, конечно, от Бога, но бывают сны, навеянные дьявольской силой, темной силой. И вот отличить один сон от другого простой человек не может. И дьявол – великий артист, который любит рядиться в чужие одежды. Мы знаем, что даже в апостольских посланиях есть указание у апостола Павла, что дьявол может явиться в виде ангела света. Он может обмануть человека, может дать какую-то заповедь, приказать что-то сделать. Человек может это исполнить, но это будет исполнением дьявольской воли. Тут нужно не то что семь раз, а 77 раз проверить, из какого источника этот сон. Поэтому общее правило – с нам не верим. Потому что чаще всего через сны дьявол воздействует на нашу душу. Тем не менее, сны от Бога бывают. Только в том случае мы поймем, что они от Бога, если сны, которые приходят к нам, открывают нам какую-то нашу греховность, забытый, может быть, грех, возбуждают нашу совесть и в конечном итоге приводят к покаянию, а значит, к очищению. А это творить может только Бог, но не дьявол. Батюшка, а если мы не обращаем внимания на сон, который от Бога, не накажет ли он? Бог не накажет. Вот, братья и сестры, вчера мы праздновали праздник, у нас был в честь Казанской иконы Божьей Матери. Вспомните, как в 1579 году была обретена эта икона. Девочке Матроне приснился сон. Богородица предлагает ей, повелевает даже найти икону. Она маленькая девочка, она не понимает, она рассказывает маме. Мама тоже из послушания церкви, не доверяется нам. И после первого сна они не стали искать икону. Богородица не обиделась, не наказала, не отступила. Она второй раз этот сон свой, вещий сон снит девочке. И второй раз, вы знаете, икона была не обретена. Опять Богородица не обиделась, несмотря на то, что даже священники не поверили этому сну. И третий раз снится Богородица, настойчиво повелевая, копать вот в определенном месте. И только после третьего сна икона была обретена. А девочка Матрона потом стала первой игуменей, Марфой, в этом посвященной Богородице Казанском монастыре. Ну и мы надеемся, спасла свою душу, угодила и Богу, и Богородице. Никто и не наказал, наоборот, может быть, за добродетель осторожности, трезвение. Господь ее и похвалил. Батюшка, скажите, пожалуйста, вопрос из Москвы. В который час сменяются церковные сутки? И в какое время начинается пост по средам и пятницу? Здесь нет единого мнения у разных священников. Более старая такая точка зрения, мы считаем, как бы византийской точкой зрения, это то, что начало дня, начало праздника, это начало с вечера. С вечера начинается праздник, с вечерней, вечерней, утренней, в следующий день литургии, то есть примерно в пять часов вечера, или в шесть часов вечера, когда начинается празднование следующего дня праздника, то есть накануне праздника начинается богослужебный новый день. Как поститься? Разные есть традиции, но в последнее время, в общем-то, такая наиболее распространенная традиция, все же мы постимся не с вечера, а с 12 часов ночи, то есть с календарных суток, начало календарного дня. Благодарю вас. И к вам вопрос из Калуги. – Греховно ли занятие знахарством и траволечением? И в чем отличие от народной медицины? – За этими тремя терминами – народная медицина, знахарство, траволечение – может скрываться совершенно разные явления нашей жизни. Здесь действительно традиционное лечение народными средствами. Это могут быть и травы, и мед, и какой-то массаж, и пиявки, и гомеопатия, может быть, разные такие вещи. Если это воздействие на тело материальными предметами, то, может быть, ничего в этом греховного нет. Можно молиться, чтобы Господь помог через то ли иное народное средство, натуральное средство, исцелиться от болезни. Но вот о знахарство чаще всего этим словом определяется уже некое мистическое, духовное врачевание, когда человек надеется не только на воздействие материальных предметов, но и на воздействие духов. А вот это уже дело очень опасное, потому что мало кто из нас умеет различать духов. Как я уже говорил, духи злобы могут прикрываться некой чужой личиной, некой формой. Они могут даже являться в виде ангела света, и более того, в виде самых священных образов для нас дорогих. Поэтому мы должны быть предельно осторожными здесь, когда кто-то пытается врачевать нас заговорами, молитвами. Дело в том, что в молитвенном общении души могут взаимодействовать как сообщающиеся сосуды из большей некой емкости переливаются в меньшую. Происходит энергетическое даже воздействие целителя на больного. И бывает, что целитель заражает больного человека страстями своими. Исцеляя некий телесный уровень, он глубоко повреждает душу. Вот я могу вам рассказать случай, который мне самому рассказали священники. Это было давно, уже, может быть, лет 15. Происходило не в Москве. Одна девочка родилась с неким большим пигментным пятном, затемнением на пол лица. Ну, родилась и жила до двух, до трех лет. Ничего медицины исправить не может. Ну, вот некий родимое пятно такое на пол лица. Повезли ее однажды родители к бабушке в Белоруссии, в Западной Белоруссии, куда-то в Полесе. И там оставили на целое лето. Девочка бегает, играет, счастливо. А бабушке говорят соседи, ну что ж ты девочку-то не вылечишь? Ну, как же я ее вылечу? Спрашивает старушка. Ко всем врачам ходили там в России. Никак не можем. А вот у нас есть одна знахарка, давай-ка к ней свозим, авось вылечит. Всех она вылечивает. И повезли в далекую, на далекий хутор, где-то знахарка старая, старая, такая вот старушка жила, которая лечила непонятно какими-то там силами. Привезли девочку, посмотрела эта знахарка на девочку и сказала, я вылечу ее, но будьте готовы привезти ко мне ее в тот момент, когда я вам скажу. Девочку увезли. Проходит две-три недели, около месяца, это уже август, скоро девочку увезут к родителям сюда в Россию. Вдруг в какую-то темную ночь, когда гром, молния, дождь проливной, вдруг приехали на телеге от этой старушки, давайте девочку лечить будем. И вот ее закутали и на телеге повезли ночью в ту дальнюю деревню, хутор к этой знахарке. Эта знахарка взяла девочку, она спала, привела в какую-то избу, в которой только что умер старик. И вот подвела к этому мертвому старику, взяла руку этого мертвеца и что-то делала, какие-то манипуляции, вроде как крестила или махала над лицом этой девочки. Девочка, конечно, с просонья не успела, может быть, даже и испугаться. Поняла она или ничего неизвестного. Девочку увезли. Ну, представляете, прошел, родимец-то прошел. То есть это не то, что совсем, какой-то рубец остался, вот, но темно-красное пятно стало бледно-розовым, как-то почти незаметным. Но только осенью, где-то через несколько месяцев, у этой девочки порог сердца, она стала заикаться и выросла психически неполноценным человеком. Вот вам, пожалуйста, насколько небезопасно обращаться к этим духовным, мистическим практикам знахарей. Леча, исцеляя одно, они калечат другое. Исцеляя телесный уровень, они калечат, уродуют, воздействуют более важный духовный уровень. Поэтому подумайте десять раз, стоит ли обращаться к таким вот мистическим духовным силам, которые заговорами, какими-то методами, совершенно непонятными, используя, как мы считаем, демоническую силу, воздействуют на телесный уровень, уроды духовные. Благодарю вас, батюшка. К вам вопрос из Москвы. От нашей телезрительницы, которая потеряла крестик, считает, что это плохая примета, и не может она избавиться от плохого предчувствия. Это суеверие, это плохая примета? Конечно, крестик терять не надо. Но это, на самом деле, ваше излишнее беспокойство, это, конечно же, суеверие. Нужно обязательно, непременно, купить другой крестик, освященный, в храме. Подумать, почему вы потеряли его. Наверное, цепочка была не очень надежная. Возьмите шнурочек поплотнее, осветите крестик, наденьте его, носите крестик, никогда не снимайте. А верить в приметы, даже в то, что будет зло, это наше недоверие Богу. Это наше малодушие, маловерие. И грех этого не стоит делать. Благодарю вас за ответ. И вопрос из Астрахани. Можно ли прикладываться к мощам, которые находятся в раскольничьих храмах, например, в Киеве? Да, мы знаем, мощь великомученицы Варвары находится у раскольников. Нам это больно, горько, а не в плену. Если вы к ним приложитесь, может быть, вы и получите благодать по молитвам этой великомученицы Варвары, той или иной святой. Но то, что вы посещаете и молитесь в их раскольничьих храмах, вы этим самым раскалываете единство церкви. Вы вольно-невольно способствуете процветанию расколов, в том числе и на Украине. Поэтому я бы вам не рекомендовал посещать те храмы, которые находятся в плену. Известно, что, например, когда отпевали святого праведного Алексея Мечева, батюшку нашего московского, патриарх Тихон, только что выпущенный с Лубянки, он даже не вошел, он должен был по чину облачиться в архиерейские одежды в центре храма. Но храм был захвачен обновленцами, то же самое раскольниками. Он облачался на паперти храма, он не вошел в этот храм. Я думаю, нам нужно подражать вот таким святым людям и не входить даже на порог тех храмов, которые раскалывают единство церкви. Это гораздо важнее, это гораздо дороже единства Хитона Христова, чем даже поклонение святым. Благодарю вас, батюшка. Еще один вопрос из Астрахани. Можно ли спать после причастия? Говорят, что нельзя. Это суеверие? Нельзя грешить. Это однозначно. Но если по немощи, по телесной, по слабости старческой, по болезни, вы не можете после причастия бодрствовать. Человек пожилой, больной в больнице находящийся. То я думаю, что греха не будет. Лучше отдохнуть, может быть, с каким-то даже покаянием. Прости меня, Господи, что вот не могу я после причастия молиться идти, не могу, может быть, помочь соседям, сделать какое-то доброе дело, посетить родственников или больных. Ну, немощь такая. Прости меня, Господи. С таким покаянием вы отдохнете. Это будет лучше, нежели вы, пересиливая свою слабость, будете раздраженный, злобный, ворчащий, брюзжащий, ходить на ближних своих, из угла в угол, вы причастились, разойдись. Дескать, все люди испугаются. Но знаю нашу русскую ленность такую вот, я всегда прихожанам советую. Зная, что вы завтра пойдете к причастию, отдохните заранее. Не надо ночью вычитывать правила. Многие так и делают. Днем все дела сделают, вечером на службу. А вот тебе молиться буду ночью, когда уже глаза не смотрят, голова не соображает. Вот буду идти вычитывать правила. Не надо так делать. Богу надо лучшее приносить, лучшее время для молитвы. Поэтому прочитайте правила в течение дня. Если уж совсем трудно, вы на работе, тяжелый график жизни, но прочитайте эти три канона за два, за три дня, оставив на последний день только последований ко святому причащению. Выспитесь, отдохните, чтобы с улыбкой, со свежими силами, с бодростью идти к причастию, чтобы не отсыпаться потом. Так будет лучше. Спасибо. К вам вопросы с Санкт-Петербурга. Почему занятие астрологией греховное? Известно, что во Вселенной все взаимосвязано. Солнце и Луна влияют на Землю и все живущее на ней. Да и волхвов к месту рождения Иисуса вела звезда. Ведь астрология утверждает, что судьба человека напрямую зависит от сочетания звезд. Это есть ложь, клевета на Господа Бога. Наша жизнь складывается под воздействием разных сил. Главная сила – это наше желание жить без греха, жить по заповеди Божьей. Помощь Божья. Бог дал нам свободу. И от нас зависит, будет удачный завтра день или нет. Если мы просим у Бога помощи, защиты, ведем себя так, что Господь считает, что мы достойны этой помощи. Мы эту помощь не для греха испрашиваем, а для добрых дел, для правильного пути. И Бог нам помогает. Звезды здесь ни при чем совершенно. Астрология – это ложная абсолютно наука, которая ставит человеку в абсолютную зависимость от каких-то бездушных тел, которые носятся по своим математическим орбитам и заранее можно просчитать. Если астрология верна, то человек не имеет свободы. А человек, не имеющий свободы, он не должен отвечать за грех. Если я согрешил, но это звезды виноваты, это их сочетание. Это Юпитер, Марс и так далее, самое тяжелое. За что меня наказывать? Тогда не нужна совесть, не нужны заповеди, не нужна ответственность, не нужно покаяние. Все не нужно. Бог не нужен. Звезды – это есть идолопоклонство, самое натуральное. И это отречение от Бога, дарованным нам свободы. Нельзя отрекаться от свободы. Мы призваны к свободе во Христе, в Господе нашем. Благодарю. И к вам вопрос из Иркутской области. Откуда взялось число зверя в 666? Что оно означает и правда ли, что число Бога – 999? Дважды в Библии это число 666 повторяется. Первый раз, когда в книге царств описывается благосостояние царя Соломона, наиболее, так сказать, успешного царя израильского, вымоленного сына царя Давида, говорится о том, что он был настолько богат, вот настолько, что даже в год ему приносили 666 талантов золота. В год вот какой он был богатый, а сколько лет он жил. 666 тех пор стало неким таким магическим приметой успешности израильского народа. Второй раз, да, и символом власти, власти денег. Второй раз это число упоминается в Откровении Иоанна Богослова, когда, говоря об Антихристе, сочти число зверя 666. Ну, сочти это в древних языках не было цифр, как отдельных элементов обозначения числа, а числа обозначались буквами, буквенное значение. И вот так было зашифровано число Антихриста. Некоторые расшифровали Нерон, другие были расшифровки этого имени в разных языках. Почему так? Мы не знаем. Нас предупредили. Предупредили, что будет Антихрист, и каким-то образом его имя будет связано с числом 666. Это число для многих людей, мирских очень людей, является символом могущества земного, власти денег. Они верят в это число. Даже есть люди, которые на офисах своих, я читал, в Америке где-то выставляют эти три числа, считая, что они эти сами числа, не Бог, не кто-то, а сами по себе три шестерки принесут им некое благо. Земное благо, оно не духовное. Для нас, христиан, это число не имеет сакрального, священного смысла. Мы не верим в 666, но мы предупреждены. Батюшка, я благодарю вас за беседу. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Дорогие братья и сестры, будьте с Богом, и только с Богом. И симпобедиши. До новых встреч. Храни вас всех, Господь.